с вами опять я Андрей Непряхин и мы продолжаем третий урок будет у нас посвящен и к связям и к связям он будет полезен в основном для новичков кто хочет заняться анимацией кто планирует кто хочет научиться и так далее как бы этот урок больше для начинающих так давайте мы с вами подрузим время косточка он будет полезен не только моделирование для подниматься для сталкера но и вообще для любых игр вот самое важное здесь это настроить сам скелет давайте раскроем с вами оболочку оставим только один скелет вот что мы еще оставим это вот это некоторые косточки нам нужно скрыть чтобы они нам не мешались так начнем для начала мы с вами создадим связь так выделим нашу кость переходим анимации x solver high solver и выделено касаемся по ключице появилась вот такая вот интересная вещь вот связь так что здесь первый это параметр отвечает за вращение в локтевом суставе потому что так просто не получится потом вращать вот это в процесс анимации с каждым анимационным файлом ключом анимации можно локоть поворачивать нужный момент вот и основное это то что само перекрестие можно уменьшать увеличить пока оставим таким вот следующее что нужно сделать это выровнять нашу связь по всем осям и локальным и векторным носям по отношению к нашей косточке которые мы связали это обязательно нужно важно это нужно делать нажимаем аллинг нажимаем на нашу кость убираем все позиции на координаты x y z и локальный координат ориентации нажимаем ok так у нас выровнялась она вот если этого не сделать вас потом просто свернет трубочку все косточки следующее нужно делать если мы сейчас подвигаем нашу коточку да мы видим что она прекрасно работает причем суставе двигается вот но единственное что сейчас не работает это вращение как мы видим вращение не работает тогда что ничего не получается что нужно сделать давайте мы с вами перейдем сплайны и и создадим такую небольшую окруженность зажмем клавишу shift и сделаем такую полосу с вами сейчас таким способом так объертируем сплайн и сделаем оттачиваем и переоттачиваем все вот эти вот вот так у нас получился такой вот сфера давайте давайте добавим ей какую-нибудь яркую окраску вот и так же нам нужно ее выровнять нажмем аллинг и выбираем нашу связь нажимаем нашу связь выбираем все координаты нажимаем ok так у нас выровнялось следующим этапом нам нужно создать еще дополнительные связи между ними переходим выбираем саму x-связь кстати не нужно поставить обязательно коллимп вот и нажимаем привязка и привязываем ее к нашему шарику нашей сфере которая получилась так привязалась теперь выделяем нашу косточку вот эту вот заходим пункт анимации и нажимаем ориентацию в пространстве и нажимаем на нашу сферу вот таким способом видите да что у нас получилось что теперь у нас вышло если мы возьмем с вами возьмемся за сферу x-саму связь можно уже уменьшить перекрестие чтобы она нам не мешалася давайте уменьшим ее потом когда надо мы ее увеличим вот будем работать в основном со сферой вот и наша сфера давайте посмотрим вот у нас рука двигается в любом направлении вот и так же она у нас вращается как угодно таким способом вот теперь мы правильно с вами настроили теперь мы можем все это дело подстраивать вот таким способом вот подводить к вам оружие и так далее и уже начинать с вами анимировать вот иногда какая еще немаловажная вещь это именно вот это перекрестие сама связь давайте мы с вами выделим перейдем на ее вот есть такой параметр это сам движение самого локтя отвод локтя в сторону выставим как надо если мы с вами создадим ключ анимации вот перейдем в бегунок в определенную сторону опустим локоть то видим что уже ключ анимации создался и локоть двигается вот таким способом двигается локоть вот сама же сама же рука уже та же двигается вот таким способом видите да и локоть двигается и рука двигается уже у нас создались включения анимации то есть у нас уже пошло движение я сейчас двигал нужно было сферу двигать вот вот я двигал связь анимации так же процессе ну процесс анимации очень длительный долгий занимает очень много времени сил терпения чтобы все это дело проанимировать вот как бы все уже в ваших руках вот это уже зависит от вашей практики насколько у вас больше опыта нужно тренироваться нужно работать кропотливо сейчас работать с анимацией так настраиваться и такой же настройки нужно создать второй руке принять эти же настройки чтобы у вас сфера двигалась чтобы можно было двигать вращать и так далее саму кисть но уже сами косточки именно что непосредственно пальцев это уже отдельная настройка идет и так далее давайте мы подрузим еще один объект вот и наш красивый такой тусканчик сейчас мы с вами поговорим немножко об анимации давайте скроем его тело вот и так же мы с вами сейчас сделаем связи так переходим анимации связь красавище косточки лимб ок создали с вами шарик в который будем двигать на кости И приотачиваем. Так, ну самое единственное, что забыли, опять-таки нам нужно выравнить, давайте выберем Харлинг, все позиции и вот локальная нажимаем ОК, и также вторую связь мы выравниваем по отношению к нашей кости, следующая будет у нас, давайте создадим дубликат, это мы дадим какой-нибудь такой-то, более светлый, а это мы более красный оттенок. Вот, и теперь выравним по нашим ОК и второй шарик. Теперь нужно сделать опять-таки привязочки, переходим к вкладке связи, выделяем связь и тянем на шип. Один, связали, и теперь вторую связь связываем к второму шару. Вот, дальше первую косточку мы выбираем ориентацию в пространстве к нашему шейпу и вторую кость ориентации в пространстве к синему шейпу. Так, у нас готово. Так, лимб, лимб, все, мы с вами настроили, вот, если мы с вами начнем двигать наши шейпы, так же вращаются лапы и давайте с вами сделаем такую маленькую анимацию ходьбы на месте, она очень простая, так, нажимаем автокей. Многих спрашивают, сколько здесь ключей нужно. Дело не в ключах, начните с определенных тактов, допустим, каждый такт у вас будет составлять 20 кадров, да, или 10 кадров. Давайте начнем, к примеру, для начала мы должны лапы опустим. Эта нога у нас будет опущенная, а вторая будет поднятая. Уведем все, нажмем ключ, вот, стартовый ключ и передвинем лапу. Эта нога допустим на 30 кадров, лап опустим. Дальше вот этот поднимем и наш 50 нужно было поставить на 60 кадре и на 90 кадре на лапу опустим вот у нас уже начинает потихонечку двигаться либо есть такой второй вариант чтобы последний кадр который у вас был совпадал с первым где сейчас лапа стоит удаляем последний кадр выделяем зажимаем клавишу shift и ставим на последний и создается копия так же самое со вторым вот клавишу shift и ставим на 60 и посмотрим что у нас будет нам нужно скопировать еще тридцатый кадр на 90 здесь небольшое расхождение по кадрам как бы это в процессе работы в данном случае сейчас у нас получается анимация она очень медленная как ускорить и опять мы с вами возвращаемся в настройках нажимаем правой кнопкой конфигурацию ставим галочку показывать один параметр и показывать второй параметр у нас появились такие две панельки если мы так с вами все выделим появится такая белая строка давайте мы с вами все сожмем так нужно выделить все вертекс это все ключи все кости прошу прощения вот и сжать видите да что анимация пошла бегать если нужно увеличить можно увеличить еще такая интересная вещь разворот анимации просто тянете в эту сторону и передвигаете опять начало и у нас идет обратная анимация если вам не хватает здесь места времени и так далее не обязательно залазить настройки выбирая сколько вам нужно достаточно зажать клавишу control shift alt и правой кнопкой мы двигаем шкалу левой кнопкой мыши мы двигаем шкалу правой кнопкой мыши мы добавляем время столько сколько нам нужно control shift alt таким вот способом также это все можно выделить сажать shift создать копию и у нас получится такая красивая можете так красиво анимация бега нашего одну с этим нужно конечно работать кадр кадр и так далее когда у нас анимация готова давайте мы назад до какого нужного нам кадра после как и модель мы с вами проанимировали вот ее можно экспортировать саму непосредственно анимацию любую сохранить как анимацию пустим бег еще как-то если было и братья модели анимации модели сталкеровских зомби так далее есть такая стандартный выбор анимации у каждой модели есть такой списочек здесь обозначена каждое имя анимации которую нужно создать поза смерти сон и так далее и соответственно есть все анимации расписаны есть анимация или это цикличность вот либо анимации стоп лишь анимация которая проигрывается один раз и все это этот файлик можно посмотреть под видео вот и нужно создать все вот эти вот анимации для модели чтобы у вас модель в игре работал правильно но это как бы основа азы но не сама работа с моделью не настройка и это самое не сама анимация как бы все это за вами это был такой экспресс урок небольшой по настройкам про анимации на этом все спасибо с вами был я андрей непрячь увидимся следующих роликов и подписывайтесь на мой канал